МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леонид Иванович Микрюков родился в декабре 1922 года. 1924 года в далёком сибирском городе Красноуральск. Перед войной ещё совсем мальчишкой гонял железнодорожные составы с грузами. Работал по несколько смен к ряду на пару с 14-летними помощниками. Как только ему исполнилось 18, отправился в военкомат проситься добровольцам на фронт. Потом было учебное пехотное училище со всеми тяготами нелёгкой курсантской жизни в обескровленной войною стране. Выпустился лейтенантом в 1943 году и в первом же эшелоне по дороге на фронт со своими товарищами-однокурсниками попал под бомбёжку. Выжили тогда немногие. И тут, говорит, едем из кустов ракета. Они, говорит, у немцев такие ракеты были. На парашюте спускались. Долго, светло так. Ночью, а светло, хорошо видно. И самолёт полетел. Как будто, как, говорит, как специально. Он, говорит, круг сделал. Тоже сам повесил несколько ракет. Они тоже долго спускаются. И бомбу кинул. А у нас команда двери закрыть, не курить всем по вагонам. Первая бомба попала близко, около вагона. Взрыв, осколками кого порубило. Дедушка, говорит, я спрыгиваю со второй полки. Мокро, липко. Говорит, там убило кого-то. Когда вот наступали они в сторону Кишинёва, был тоже такой случай. Вроде на танках, но снарядов мало. Беречь снаряды, приказ. И такая ложбинка. Там немцы, пехота движется. Мы из танков, пулеметы, стрелкового оружия, их отсекаем, чтобы... Тут, говорит, из кустов тигр вывалился. У него, наверное, снаряды были. Не как у нас. И тигр этот по нашим танкам открыл огонь. Деда еще раз ранило осколочный в грудь. И 9 мая он встретил в Праге. И тоже говорит, вот 9 мая вечера нам объявили, что война закончилась. А утром оказывается, что не все немцы знают, что война закончилась. Приходится некоторым объяснять. Пошли они в ружье и опять в бой. От него веет добром. Хотя он и воевал, и в него стреляли. И он сражался в мирное небо. Его, может быть, не замечаешь или не придаешь тому значение. Но вот то поколение, оно, наверное, пытается донести, что это очень важно. И чтобы мы смогли сберечь это. Все-таки как завоевание их. И передать нашим детям и внукам. Редактор субтитров А.Семкин